добрый день мои друзья и гости моего канала меня зовут наталья сегодня суббота и мы как всегда на своей даче в подмосковье на этой неделе у нас было достаточно жарко 28-30 градусов но два дня на подряд шли очень сильные дожди с параллами ветра поэтому многие цветы в саду повалились это такие как дельфиниум наперстянка колокольчики вот так все знаете потрепал ветер их и вид такого не сейчас не очень опрятный у цветов и конечно же уже опять подросла трава но мы в прошлый выходной не косили поэтому хотели покосить сегодня но сегодня опять прошел дождь не сильно такой моросящий но к сожалению трава намокла сейчас мы немножечко подождем но может быть около часа и потом начнем все-таки косить потому что как бы ни были ухоженные грядки и цветники если участок не окошен то никакого ухоженного вида все равно нет поэтому косить любом случае нам придется а сейчас я хотела вам показать свою розочку которую я выращивала купив коробочки и и по моему в магазине лора марлен я об этом снимала свое видео прошлом году она у меня не цвела в этом наконец зацвела я вам сейчас покажу какая она была изображена на коробке и какая теперь она уже вот в распустившемся виде с бутонами сейчас мы к ней подойдем вот она эта роза она уже достаточно большая и вот тут перед ней присела муж ей вот такую сварил сам подставку я покрасила в общем коробка вот называется роза плетистая паульс карлет клайминг очень зимостойкий сорт ну знаете подтверждаю действительно она из-под зимы вышла намного лучше чем все вот розы которые вот рядом с ней растут она очень быстро как-то пошла в рост и я все ждала когда она наконец-то даст мне бутоны чтобы понять такая роза или нет или все-таки это был пересор но смотрим на бутончики вот ее бутоны в принципе я считаю что пересорта нет если мы посмотрим еще вот раз на коробку конечно может быть камера немножко изменяет цвет да вот на коробке и вот цветы там ее еще есть цветочки такие они прям алые алые бутончики симпатичная розочка приятная стоила она буквально там наверное рублей 115 что ну конечно такие низкие цены нас и подкупают ну конечно хочу сказать что мне поковыряться с ней пришлось долго то есть это вот и высаживала высаживала рано в банку дома еще ранней весной она мне никак не просыпалась потом я ее отмачивала и фитоспорение и в корневине и чем только я не опрыскивала ее в общем я ее выходила но не знаю в общем решайте сами думайте сами стоит ли вот приобретать розы в коробках потому что конечно наверное проще купить закрытой корневой системой уже вот ближе к лету вот так и еще я вам конечно же не могу не показать вот эту шикарную розочку сначала давайте гвоздику травянку которая растет тут у нее мужской тут у подножия прелестно цветет вот уже две недели как цветет гвоздика и прямо на меня очень радует милый такой цветочек очень приятный и роза роза вся в бутонах она вся вся это вот флорибунда торнадо знаете я решила что вот как только пойду в отпуск обязательно поеду наш вот этот местный гор городок на рынок если там будут продавать такие же розы то я возьму еще однозначно но другого цвета возьму на какую-нибудь хочу взять розовую или может быть там белую с каким-то вкраплениями это рядом называется orange bombastic очень милая роза у нее такой приятный лососевый цвет но вот она не так буйно растет хотя тоже цветов не очень много но вот это просто шикарная и она знаете она такая темно-бордовая камера немножко по-другому ее показывает ну красотка посмотрите вот со всех сторон бутоны и они еще будут набираться набираться то есть я буду их отстригать отсветшие бутоны она будет давать новые новые до самых заморозков очень красивые роза мне прямо она безумно нравится вот хотела поближе показать вам петунью точнее это комплимент тунья она действительно достаточно устойчиво дождям странно вот так вообще я покупал просто цветы были на картинке просто такого вот яркого цвета кстати она растет с какими-то белыми прожилками точечки полосочки и рядом еще один горшочек вот здесь тоже вот комплимент тунья и рядом кустик петуньи тоже так постараюсь подписать сорт если у меня с собой этикетка но очень красивая но очень красивая махровая она прям такая тяжелая я вот не помню чтоб я такую сажала сейчас покажу еще желтого цвета вот в этом горшочке вот красненькие и вот еще желтенькие но не такие называются лайм цвет это тоже комплименту не сейчас еще покажу горшочки это лабелия но она только начинает распускаться еще такая мало на ней цветочков и вот еще какая-то прямо она мне очень понравилась такая прям она тоже кучерявая такая прям крупная муж сказал что она похожа на гвоздику чем-то извлека красивый цветок и еще один горшочек здесь стоит это тоже комплименту не ну в крупные достаточно у нее цветы цветет тоже хорошо скоро ее мне наверное надо как-то формировать жалко обрезать то ладно посмотрим ну давайте еще пройдем вот по этой грядочке по этому цветничку вот это лапчатка тоже очень хорошо восстановилась большущий куст будет свести до самой осени а вот хоста как обычно у меня здесь сгорела мы решили в этом году ее отсюда убрать она тут очень горит тут солнышко так как было жарко посмотрите во что она превращается если заглянуть туда погонки то здесь она себя отлично чувствует очень ей нужна тень я уже рассказывала что раньше уже была тень потом сучок сломался и она оказалась на жаре на таком санцепёке в общем мы выкапываем ее разделим на несколько частей и будем делать еще цветничок в другом месте вот такая вот ромашечка это называется цветочек невянник такая она тоже простенькая но очень мило смотрится выглядит этот цветок называется энатера многолетний беспроблемный цветок очень хорошо и быстро размножается тоже милая лилейничек скоро зацветет он красиво на тоже вот немножко страдает на солнце это махровый тысячелестник тоже мне очень нравится он красивый правда и тут пошли дальше колокольчики это по моему если я не ошибаюсь называется мускусная мальва очень быстро распространяется разрастается самосевом и растет уже где ей самой вздумается в общем я ее не обрываю не уничтожаю позволяю ей все-таки расти где есть возможность валился вот здесь колокольчик колокольчик от дождя по повалился вот такой двухлетний растение там гвоздичка это карпатский колокольчик сейчас мы прям во всей своей красе я тоже упал его немножко так подняла и начинают уже потихонечку распускаться лилия бархатцы и вот лилия посадка этого года вот чем я люблю лилия в этом году посадила и в этом же году цветок зацвел отцветают последние оставшиеся пиончики и здесь кусты тоже лапчатки желтая и розовая но цветут они здесь слабовато зацвел мой первый и единственный клематис вот у меня клематисов раньше никогда не было еще только что это моя большая ошибка почему-то вот я не увлекалась этими цветами но честно говоря у меня даже и никаких подставок не было прошлом году он у меня как-то так побаливал как-то не очень на меня хорошо рос в этом году вроде бы вот пошел вот у него достаточно есть много бутончиков вот надеюсь что с ним все будет в порядке но была мысль его отсюда тоже пересадить на более солнечное место потому что здесь у меня идет тень от вот этой яблони поэтому у меня конечно здесь и вот это сирень молоденькая вряд ли вряд ли зацветет смотрю ну честно просто знаете мне особо сейчас уже пересаживать некуда потому что из того что идет стройка я конечно ограничена по площади знаете как говорила мачеха в золушке государству маловато разгуляться негде также мне не могу пока я сейчас разгуляться и посадить все так как мне бы хотелось ну все девочки до свидания прощаюсь с вами всего вам самого хорошего до встречи в наших садах и огородах